Просёлочная дорога, 120 домов. Это одна из улиц железнодорожной слободы. Жильцы улицы Ветеранов мечтали об асфальте. Но после выезда комиссии, которая должна была изучить этот вопрос, сюда отправилась другая. Дело в том, что из всех дворов на этой территории нет ни одного, который можно было привести в пример. На каждого собственника нужно составлять протокол. Почему не оборудовать для себя ёмкость и складировать все улицы туда, эти твёртые бытовые откуда? Так вы вместо того, чтобы эти земли использовать на дело, вы её загадили всю землю. Бытовой мусор – это ещё не всё. Здесь практически у каждого двора куча песка, строительных материалов, ветки, некошенная трава. Для всех уссурийцев законы едины. Жители частного сектора обязаны свою придворовую территорию содержать в чистоте и порядке. Но даже двухмесячник по санитарной очистке города жильцы улицы Ветеранов проигнорировали. Кроме того, жители этих домов практически никто не имеет договоров на вывоз своих твёрдых бытовых отходов. И представить на все вопросы, которые я на сегодняшний день задаю жителям, которые проживают в этом районе, предоставить документ, подтверждающий наличие в законных основаниях вывоза твёрдых бытовых отходов на бумеранг, никто из жителей мне предоставить не может. Ежедневно специалисты Центра охраны окружающей среды совместно с сотрудниками полиции проверяют улицы города. Уже составлено протоколов на десятки тысяч рублей. За мусор возле домов полагается штраф от одной до трёх тысяч рублей. И если собственник после первого штрафа не убрал свою территорию, закон позволяет налагать его повторно. А что нужно для того, чтобы вывести эти ветки? Ну какие проблемы на сегодняшний день? У вас есть проблемы? Ежедневно только. На эту улицу сотрудники администрации и полиции вернутся ещё раз. Не всех жильцов удалось застать дома. Как отмечают специалисты, часто горожане ведут себя агрессивно и отрицают очевидное. Наказание рублём – действенная мера. И совсем скоро административная комиссия соберёт всех жильцов улицы ветеранов вместе. Ольга Муравьёва, Игорь Антонов, Телемикс.